Амидии мучачи! Снова рад вас видеть в своей пока еще не доделанной мастерской. Сегодня 2 мая и второй раз уже на моей памяти Пасха совпадает с моим днем рождения. А также Зенит сегодня еще играет с локомотивом и возможно станет чемпионом досрочно. Так что праздник у нас сегодня идет по полной программе. Плюс солнышко уже греет, так что настроение у нас просто зашибоческое. И хочу я поговорить сегодня о таком вот чудо девайсике Makita LB1200 ленточная пила. Но видео обзор я делать не буду, так как наверное уже только ленивый блогер-столлер или столер-блогер не разбирал этот чудо-агрегат и политику. Ах, хочу я поговорить о своих ощущениях. А ощущения у меня, господа хорошие, просто зашкаливают. И вот если вы не знаете, что такое счастье, посмотрите на меня. Вы видите перед собой очень счастливого человека. Давно я вот о такой подружке мечтал. И наконец-то встретились любящие сердца. Господин уже назначил ее любимой женой. Что? Вы слышали? Говорит, купи помадку и духи. Я не заработал еще. Дальше сезон поработаешь и будут тебе и духи, и помадка, и какао, с чаем. Вот наглая. Молодая, да ранняя, знает цену себе. Дед, вы послушайте. Как только она работает. Ой, ой. Это музыка, музыка. Просто классика жанра. Просто что-то невероятное. Это, наверное, как для байкера рев 200 лошадино-сильного мотора, я не знаю. Была у меня до этого джетовская девятка. Блин, ну намучился я с ней. Я не знаю, там лет 10, наверное, я все ее терзал, терзал. Там вот эта вот штука, не знаю, как она, направляющая называется или как. Вот. Вот видите, здесь монолит. А там вот на девятке, блин, это все ходуном ходит, пластмассовая. В общем, кирдык, от нее толку никакого было, блин. И поэтому полотна рвала она по черному, конечно. У меня было где-то штук 10. И мне всегда хватало на лето как бы баклушки порезать, ну и там плюс-минус еще поработать. Вот. А тут она вообще стала рвать эти полотна. Ну и видно, там уже и полотна такие были. Их сваривают, сваривают они уже там и с трещинами. И в общем, плюнул я это. И дай-ка думаем, мечта мечтой, но пора сказку воплощать в жизнь, так сказать. Делать пылью. Вот. И хочу вам сказать, что вот досталась мне вот такая любимая женщина. Я чисто вот по моему творчеству откладывал я копеечки, копеечки. Вот. И все-таки вот Дед Бороз отослал ему денежки и он мне подарил на Новый год, хоть и с опозданием. Так что это чисто творческий агрегат. Ничего лишнего я туда не вкладывал, только с творчества. С резьбы. Вот. Это первый мой такой агрегатик серьезный, купленный, чисто вот от рукоделия. Ну и, конечно, надеюсь, не последний. Все остальное, это я еще когда работал и занимался творчеством. Вот. Ну, токарник, как я говорил, мне мама с папой подарили на выход на пенсию. А так вся техника у меня была, когда я и творчеством занимался, и зарплату получал от дяди Петя, так сказать. Вот. Ну, вот такой вот был краткий экскурс по своим ощущениям. Сделаю первый рез по старой доброй блогерской традиции. Покажу вам. Вот. Но это будет уже совсем другая история, совсем другой фильм. Вот. С таким, совсем с другими ощущениями. А сегодня мы с моей любимой прощаемся. Нет, вернее, не прощаемся, а говорим до свидания. До скорых встреч в эфире. С вами был Игорь Негода. Продолжение следует. С вами был Игорь Негода.